В пандемийном 2020 году марка Бентли выпустила последний экземпляр флагманского седана Мальсан. Формальным преемником британцы тогда объявили младший Flying Sport. Но теперь появился другой идейный наследник – удлиненная версия кроссовера Бентейга. Колесную базу растянули на 18, а общий габарит увеличили на 20 сантиметров. Под замену пошли задние двери, панели пола и крыша. А чтобы подчеркнуть статус новинки, ей перепала оригинальная решетка радиатора, забранная прутьями вместо сетки. В интерьере свои новшества. Привычным вариантом компоновки салона на 4 или 5 мест добавилась экзотическая 4 плюс 1. Это когда между роскошными задними креслами установлена простая откидная вставка. По умолчанию растянутым машинам полагается подогрев всех подлокотников. Электропривод задних дверей и удлиненная центральная консоль для заглавных седоков. На ней установлены дополнительный тачскрин и беспроводная зарядка. За доплату доступны раздельные сидения под названием Bentley Airline Seat. Это, как уверяют представители люксовой марки, самые совершенные кресла, что когда-либо встречались на автомобильном транспорте. Они имеют больше двух десятков регулировок, собственную климатическую систему и встроенный массажер. Спинка правого кресла может наклониться на 40 градусов. А для пущего удобства предусмотрены откидные столики и раскладные атаманки. По статусу новому флагману должен полагаться топовый W12, но нет. Под капотом упрятан 4-литровый V8 отдачей 550 сил, которого кроссоверу вполне хватает. По динамике удлиненное исполнение совсем немного уступает стандартному. Стандартная комплектация включает активные стабилизаторы. Плюс бентейга EWB, первая из всего семейства, разжилась полноуправляемым шасси. И благодаря механизму поворота задних колес большой SUV оказался маневре необычного. Представители Бентли считают, что новый вариант будет пользоваться оглушительной популярностью среди обеспеченной публики. По прогнозам, на длиннобазную версию должно приходиться около половины продаж всего семейства. Правда, в продаже английский стрейч появится только под занавес года. Главными рынками объявлены Америка, Китай и Ближний Восток. В этом списке, очевидно, также должна была значиться Россия, но по понятным причинам ее сейчас не упоминают. Редактор субтитров А.Семкин